Микс Ньюз Утро на Болткоме Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро, друзья! Это радио Болтком и в студии Олег Пек и Евгения Шафранек. Доброе утро! И нам помогает Евгений Копеин. Как всегда, мы проводим это утро вместе. И сегодняшнее утро у нас будет праздничным, юбилейным, потому что в первом часе мы как раз поговорим о юбилее столетия одного из таких вузов города Стилатвии, Аркияга, который... Ну вот мы поговорим о его преемственности. И сегодня в связи с этим у нас и выпускник Аркияга 81-го года, Юрий Трофимов из города Николаева. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! И мы пригласили исполняющего обязанности ректора ТСАИ, одного из вузов, который является наследниками славного прошлого Аркияга, Юриса Каннелса. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Ну, первый вопрос, да? Точно ли ТСАИ Аркияга или не точно? И как это вообще теперь нам понимать? Расскажите нам связь. Ну, вообще другие вузы заканчивали. Связь, несомненно, имеется, да? Потому что мы как бы работаем, занимаем бывшее главное здание Аркияга, еще несколько помещений, но в то же самое время юридически ТСАИ или какой-то другой вуз не является прямым правопремником Аркияга. На основании этого бывшего, ну, можно сказать, намного более крупного вуза создали в свое время три частных вуза – ТСАИ, а также Балтийская академия и ИСМА. Ну, а на столетие пойдете праздновать? В столетие я лично пойду, я участвую там в определенных мероприятиях, но хочу сказать, что столетие организуют все три названные вузы вместе, а главная роль даже, ну, там, именно в мероприятиях субботы, когда соберутся все выпускники, кто прибыл на это празднование, это организует клуб выпускников Аркияга. А у вас какие-то приглашения, Юрий? Какие-то приглашения были специально? Ну, как по-моему? Кого знают вообще о том, что… С вензелями? Ну, предварительно, конечно, это, так сказать, сарафанное радио. Друзья, сокурсники обзваниваются, слава богу, есть социальные сети, через которые поддерживаются дружеские отношения с бывшими, так сказать, сокурсниками. И после этого, конечно, есть специальные сайты Аркияга 100, где есть все соответствующие объявления, куда подойти, во сколько подойти, как зарегистрироваться, где получить пропуск, где собраться. Вот что нужно, чтобы получить билет, чтобы не было самозванцев, которые придут и скажут, я выпускник, а на самом деле там… А на самом деле, вот я приду и скажу, я вот в 81-м и закончила тоже. Самозванцев, я думаю, что самозванцам там особо и не интересно, поскольку все друг друга в лицо знают. Проверочный вопрос с экзамена. Да, проверочный вопрос точно, кто был ректором там в 85-м году. Или по физике тебе там шумишь. По физике, да. Десять лет назад было аналогичное мероприятие 90 лет. Было и на 95 тоже. На 95 лет было, но я его пропустил, поэтому я говорю о том, что я знаю. И потом приехать сюда не всегда, так сказать, возможно, поскольку выпускники нашего, так сказать, года были в свое время набраны со всей территории бывшего Советского Союза. Это от Камчатки до Калининградской области, от Мурманской области до Средней Азии. Поэтому разбросала жизнь не по-детски. Но вы так общаетесь все вместе? Да, да. Значит, как минимум раз в год близкие мои друзья собираемся. Или же на территории Украины, там ближе всех, так сказать, собраться. Иногда сюда, в Ригу, в Латвию приезжаем с огромным удовольствием. Юрис, как вы думаете, в чем вообще был секрет изначально того, что, скажем, Ркига, несмотря на то, что он такая сборная солянка, то есть это все-таки люди с очень разных стран приезжали и учились, и при этом они настолько близко общаются, приезжают на вот эти выпускные мероприятия, юбилейные в том числе. Но мне кажется, это не в каждом ВУЗе так. Ну, такое студенческое братство, такая атмосфера. Все так тепло как-то относят друг к другу. Да, это очень интересный вопрос. Я, честно говоря, об этом не задумался, но действительно, вы совершенно правы, потому что не в каждой школе, не в каждом ВУЗе с таким постоянством многие сотни, можно сказать, даже тысячи людей регулярно собираются. Ну, не каждый год, но каждые пять лет точно, да. И, насколько я знаю, сейчас на это столетие зарегистрировалось около трех тысяч участников, да, может быть, даже больше, поэтому будет проходить там в Большом зале. Златипсаре будет в Большом зале, да? Да, да. Да, и коллега сказал, что набирали студентов со всего Советского Союза, набирали, конечно, со всего мира, можно сказать. Ну, это политика была СССР по помощи развивающимся странам, да, но выпускники есть от самых далеких азиатских стран до Южной Америки, да, и несмотря на то, что проходят эти слеты, может быть, там, не каждый год, но выпускники к нам, особенно летом, появляются из разных стран регулярно. Каждый год кто-то приезжает, да. Было такое, что вдруг появились из Южной Америки, я не помню, из Парагвай, из Боливии, друг группа, а мы тут договорились, решили встретиться в Риге и прийти в свой вуз, да, или там из Казахстана прошлым летом друг группа появляется. На каком языке они все разговаривают? Латышский, русский? Нет, ну, латышский нет, конечно, да, ну, потому что они на латышском и не учились. На русском и не учились, да. Да, они учились на русском языке, да. Кто помнит русский, кто не помнит, но, видите, все разговаривают на английском точно, потому что это авиация, да, и международный авиационный язык – это английский, поэтому люди, которые продолжают работать по своей профессии, они английским владеют. А есть какая-то, например, статистика, что, ну, допустим, там на 100 выпускников РКИГа еще на тот момент или там того же ТСИ, там какой-то процент всегда стабильно работает по специальности. Ну, мы же знаем, да, многие заканчивают и уходят в какие-то другие сферы, да, не мое вот это вот все, начнет метание все, буду я художником. Ну, у меня, к сожалению, таких данных нет, потому что мы не изучали, мы в ТСИ, честно говоря, так глубоко историю РКИГа не изучали, да, но есть, есть книги об этом, есть, как я сказал, клуб выпускников, который, может быть, они именно клуб, и его наличие, и его существование вот поддерживает этот дух, этот стержень, да, вокруг которого регулярно люди съезжаются сюда, собираются и посещают свой воздор. Юрий, а вы же каждый год приезжаете на встречу выпускников? Ну, практически, каждый, получается, 5 или 10 лет. Ну, это на юбилейные, а выпускниками они каждый год встречают? Ну, я конкретно приезжаю практически каждый год, но это, конечно, мелкие такие встречи именно одногруппников. А локальные? Да, локальные. Ну, собирается человек 5, ну, максимум 7, это где-то 3-4 человека местных, которые в Риге остались, и, значит, вот с Калининградской области, с Украины приезжают. И его встречают? Да. Это просто повод приехать в Ригу, я так понимаю? Ну, повод приехать в Ригу, это ностальгия по юности. А если мы, вот, допустим, говорим, вот мой вопрос, наверное, можно и вам повторить. Вот ваш курс, вот сколько человек, может быть, действительно остались работать в этой профессии, а кто ушел в другую, может быть, специальность? Или такого, то есть все вот стали работать именно вот в темно-фролей, которые выбрали? Нет, нет, наш ВУЗ, вот, был кузницей кадров для очень многих отраслей. В свое время, вот, РКИГа, в бывшем Советском Союзе было несколько авиационных институтов, это там мои, московский, харьковский, но два монстра, это рижский и киевский. Здесь готовили специалистов практически по всем авиационным специальностям. Но если наш рижский институт был, скажем так, вот, законодателем академическим, мы учились по учебникам тех авторов, которые нам же и преподавали. У Киевского института была более интересная и более большая материальная база лабораторий, общежития, там огромнейший студенческий городок. Поэтому, ну, что греха-то таить, не все, так сказать, остались в авиационной отрасли. Многие специалисты, поскольку имели очень такое фундаментальное образование, нашли свое применение в других отраслях, ну, как правило, это транспорт, машиностроение, флот и так далее, и так далее. Ну, хочется заметить, что вот эта вот преемственность, она намного, не намного, немного более глубже, чем просто аркига. И этот институт был основан на, еще, так сказать, на базе военного училища имени Ворошилова. Кстати, это училище заканчивал и мой отец. Мой старший брат, получается, прямо семейный, это один директор. Мой старший брат закончил, он на 5 лет раньше закончил, ну, и мне как бы было предопределено, хотя это, в общем-то, и призвание было. А как у вас дочь избежала такой же участи пойти в авиационный или куда-нибудь в техторию? Ой, дочь у меня очень такой своеобразный человек. Если она, так сказать, видит свою цель, то она не прислушивается ни к чьим советам. Сначала закончила, как же она называется правильно, Могилянскую академию по специальности экономика. Поработала немножко, не понравилась. И стала певицей, да? И стала певицей. Вот так бывает, да? Бросила все, хотя была, так сказать, на приличной, так сказать, работе, хорошо оплачиваемая, перспективная. Не мое. Не мое. Не мое. И закончила высшее училище по классу академический вокал и эстрадный вокал, сразу две специальности. Юрий, если мы говорим о преемственности, то, допустим, что максимально, что общего между РКИГ и ТСИ вот осталось на данный момент? Это, может быть, какие-то традиции? Я думаю, что вот как раз-таки это не только стены, но и преподаватели, да, Витя, которые во многом перешли. Да, но их, конечно, с каждым годом становится меньше, да, потому что время идет вперед, да. Но, тем не менее, у нас еще работает, ну, такое достаточное количество бывших студентов, выпускников РКИГа. Да, ну, я бы сказал, еще человек 15, и которые потом оставались работать в ВУЗе. Да, не все, не обязательно, что всю жизнь проработали. Как бы на одном месте было такое, что люди и уходили на какое-то время, где-то поработали в другом месте или занимались чем-то другим, потом вернулись. Но, в принципе, да, еще есть достаточно крупная и сильная, можно сказать, диаспора выпускников, бывших студентов РКИГа, которые во многом и определяют дух нашего ВУЗа сегодняшнего. Да, конечно, ну, как сказать, ситуация в жизни, она постоянно меняется. Нигде жизнь не стоит на месте, в том числе и в ВУЗе, и в нашем ВУЗе. Поэтому люди постоянно развиваются, доучивают языки, потому что у нас ВУЗ, в принципе, сейчас трехязычный, да, у нас обучение на трех языках, наши программы. А это латышский, английский, русский? Да, 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 конечно, да. Ну, до сих пор самое большое количество студентов – это на русском языке обучение, но теперь в связи с утвержденными изменениями законы в прошлом году, но сейчас мы в этом году уже не осуществляем и не будем осуществлять прием на русском языке. Юрий, мы обязательно сейчас поговорим с одной из тем, о которой мы хотели. У нас звонок, вы можете надеть наушники. Просто попросим вас на наушники надеть. Алло, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте. Я с таким удовольствием это слушаю, потому что я и помню, когда там с Радиевским победили, так сказать, в московском конкурсе КВН, да. Вот, я даже помню, как у нас было самое, по-моему, самое лучшее, Лауга, Латвийское управление гражданской авиацией, по-моему, было на первых местах в Советском Союзе. Ну и, конечно, ну, конечно, вот этот бывший РКИГа, который объединял, я не знаю, с чего он объединял, он пропагандировал Латвию. Он пропагандировал Латвию по всему миру. И вот ваши гости сказали, что редко где, ну, не редко где, а много где выпускники, и пусть они забыли там русский язык, но они не забыли, где они учились. И это очень здорово, что, ну, так сейчас времена такие, что, ну, пришлось измениться в структуре, в структуре. Но я еще одну вещь хотел сказать, вы знаете, я думаю, что вот Евгения вряд ли помнит, вряд ли вспомнит, что вчера был за праздник. Какое вчера вообще число было? Я кроме марафона ничего не заметила. Вот, потому что я просто говорю, вчера был День пионерий. А, это прекрасно. Вот, и вот я говорю, просто она настолько молода, что она вряд ли не... Нет, почему я была пионером? Я застала немножко. Ну, извините, что я вам это допомнил. Спасибо, извините, у нас еще есть просто один сразу звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос. Доброе утро. Здравствуйте, Валерий. Ну, у меня, правда, не вопрос, но я хотел бы присоединиться к вам и предварить некоторые события. У меня, кстати, есть друг во Вьетнаме, который заканчивал Арки-Ига. И как раз на изломе вот этом, да, он его закончил, написав кандидатскую диссертацию, зовут его Нам. И в этом году он уже сообщил, что он обязательно сюда приедет на встречу выпускников. И прямо скажу вам, что вот эта учеба вот в этом институте, она позволила ему достичь очень многого в своей жизни. Сейчас он является владельцем компаний частных самолетов, ну, таких, да, для перевозок ВИП-персон. Как вы говорите, его зовут? Нам. Нам. Нам приедет к нам. Нам приедет к вам обязательно. И обещал навестить и нашу семью тоже. Поэтому я очень рад и очень высоко оцениваю вообще вот этот институт. Спасибо, спасибо. Но вот возвращаясь все-таки к вопросу. Да, все-таки к языковому вопросу, возвращаясь, вот этот закон, так положа руку на сердце, если он запрещает преподавание на русском языке в государственных вузах, да? А это в государственных, а мы и говорим про частный вуз. И частный в том числе, да. Ну, то есть, вообще, как бы мы эту тему закрываем. Насколько будет тяжело ТСИ, например, удержать этих студентов у себя, может быть, или там уже настолько они все знают язык, да, но английский могут перейти потом. Хотя, по-моему, это или английский тоже попадает под запрет. Ну, сразу несколько уточнений, Евгений. Во-первых, не запрещает преподавание, да, а прием. То есть, мы продолжаем преподавание, и те студенты, которые поступили в предыдущих годах, в том числе и на русский язык обучения, они смогут завершить на русском языке, да. То есть, это, ну, важно и важно. То есть, новый поток не будет набрать. Вот вы сказали, что у вас русский поток, он самый большой на данный момент. За счет чего это происходит? Почему он самый большой? То есть, это идут местные студенты, или это именно приезжие студенты из страны? И одни, и другие, да. Ну, если проанализировать, так сказать, количество, структуру, то больше, конечно, местных студентов, ну, и с каждым годом все больше приезжих, да. А у нас в целом, ну, это включает как русский язык, так и английский язык обучения, у нас больше 25% уже иностранных студентов. Это два раза больше, чем в целом по стране. Откуда? Откуда они в основном? Ой, у нас 32 страны. Самые... У нас самая экзотическая. Самые крупные группы это Узбекистан, Казахстан, Россия, Пакистан, Шри-Ланка, Индия. Индия, вернее, самая группа. Ой, я, кстати, вот индийских студентов вижу очень часто. Ну, они во всех вузах, я думаю, что индийских студентов в целом по Латвии вообще самая большая. Да, их очень много. А почему они, вот, как, собственно, ректор ТСИ, мне ужасно интересно, что их привлекает в Латвию, почему они так далеко едут? Потому что приезжая за границу, не всегда люди даже знают, где Латвия находится, а тут из Индии приезжают учиться. Ну, во-первых, там больше миллиарда жителей, во-вторых... Надо же куда-то ехать, да, понятно. Надо где-то учиться, да. И, насколько мы знаем, почему все вузы начали несколько лет назад, там, именно рекламные кампании, то там в местных вузах есть лимиты приема, да. То есть, не каждый может поступить из этого больше, чем миллиарда жителей, да, поэтому они ищут возможности в других странах. Латвия не единственная, конечно, куда они едут. Но для них, например, Латвия является дорогой страной или, ну, мы конкурентоспособны вот на том, чтобы поехать в какие-то другие европейские? Ну, если они сюда едут, значит, мы конкурентоспособны, конечно, исторически, из-за исторических причин всегда... Великобритания, да, была самой главной целью, да, как центр колониальной империи, да. Но в связи с изменениями, которые произошли в Англии, там, в законодательстве и в ценообразовании, да, для высшего образования, когда там образование стало намного дороже, чем это было раньше, то потоки студентов мировые, они сейчас меняются. Я хочу вернуться немножко вот как раз к вопросу о языке. Насколько тяжело, может, будет, в принципе, университету этот закон реализовать? То есть, получается, что вы остаетесь сейчас, русские потоки остаются, вы их заканчиваете больше, ну, да, институт. Вы их заканчиваете, но вы его не набираете, но при этом вот как-то, можно ли заканчивать на русском языке или нельзя? То есть, по идее, мы переходим полностью, а у вас остается, а точно ли так можно? Мы запутались, рассказывайте. Нет, я отвечу вам, но я отвечу всем слушателям, да, как и студентам, так и родителям и родственникам, да, чтобы была ясность и не запутались. То есть, те, которые учатся на русском языке, у нас все смогут закончить это обучение, которые уже поступили до 19-го года. Поэтому там, ну, студенты, которые учатся, они это и знают, да, у них никакого стресса в этом отношении нет, да. А новый прием, это, конечно, да, это вызов большой для вуза, для преподавателей отдельных, для того, чтобы и, ну, подготовиться, да. Мы уже последние годы идем на аккредитацию новых учебных программ на английском языке, в том числе, вот, зимой мы аккредитовали три программы дистанционного обучения на английском языке, две магистрские, одну бакалаврскую. До этого, год назад, тоже магистрскую программу, на наш взгляд, очень привлекательную, такую профильную, это авиационный менеджмент аккредитовали и так далее. И, как я сказал в начале, и для всех преподавателей, в том числе таких, которые уже, как бы, являются ветеранами и старожилами вуза, которые, может быть, начинали, там, 30 лет назад, да, будучи студентом Иркига, ну, они тоже меняются, они вынуждены приспосабливаться, они осваивают язык, они осваивают новые учебные материалы и готовятся к тому, чтобы работать. Ну, конечно, прием этого года будет определенным вызовом для нас, да. Мы, ну, посмотрим, какие будут результаты, надеемся, что достаточно хорошие, но, конечно, влияние закон будет. Ну, то есть, у вас есть опасения, что это как-то скажется на количественном составе учеников? Мы работаем, чтобы эти опасения были как можно минимальными. А дистанционное обучение, вот вы упомянули, насколько сейчас это является модным, насколько это привлекает возможность вот дистанционно получать образование? Ну, это довольно привлекательно, да, потому что у нас количество студентов в дистанционной форме растет с каждым годом, да, и я назвал 32 страны в целом, но не все эти 32 страны представлены, так сказать, в натуре у нас, да, потому что целый ряд стран, из которых у нас числится по одному, по два, может быть, студента, и они, как правило, учатся именно дистанционно, да, а не полное время здесь находятся в Риге. И поэтому это как раз такая привлекательная форма, и у нас были больше программ на русском языке до этого, но сейчас, как я сказал, мы переходим тоже и дистанционной форме на английский язык. Юрий, с вашего курса самая экзотическая страна? Все такие, ух ты, ничего себе, представляешь, он оттуда, откуда? В то время, когда я учился, у нас было, на первых курсах вообще не было иностранных студентов, первые студенты появились, по-моему, из Польши, если я не ошибаюсь. Потом, да, откуда-то из Африки начали поступать, но тоже это было единицами. Начали поступать небольшими упаковками. Ну, поступать в институт. Ну, понятно, да. Так, из Африки. А, кубинцев было достаточное количество, ну, в общем-то, и все. А у вас сохранились отношения с теми же кубинцами? Нет. А так вы общались с ними? На каком языке? На русском? Они на русском прекрасно разговаривали. Они же из Кубы. У нас есть просто еще один звонок. Русский язык же, он как и английский. Ой, наушники. Вы надеваете наушники, наше звонок. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Алло. Алло, пожалуйста, говорите. Случайно. Случайно. Значит, на русском языке, ну, можете снимать наушники. Насколько... Ты просто хочу закончить мысль, что русский язык, он один из шести языков ИКАО. Это международная авиационная, так сказать, организация. Поэтому большой, так сказать, проблемы языковой никогда не было. Вот даже мы, когда в Праге работали, переоборудовали самолет для полетов по международным воздушным линиям, молодое поколение чехов слабо знало язык. Мы, соответственно, чешский тоже вообще не бум-бум. Но когда встречаются специалисты и начинают разговаривать, на третий день мы уже общались так на уровне подсознания. Вот как особенности национальной рыбалки. Кузьмич, ты что, на финском разговариваешь? Ну, как он на русском языке говорит? Это, знаете, смесь английского, какие-то интернационализмы, что-то похожее, так сказать, на украинские, ну, славянские какие-то корни, что-то технические термины. Поэтому шел вот такой вот винегрет. Ну, и такая шутка, как технический язык. Возьми вот эту фиговину, прифигачивай, кто из-за гагулини. Так и летаем, да? Я хочу немножко добавить, это не про язык, про выпускников, да. Ну, те, которые как-то были связаны с Киега, знают, что один из выпускников Киега является космонавтом, да. Народный герой республики Казахстана, Талгат Мусабаев, который на данный момент, ну, после полета занимал разные очень ведущие должности в Казахстане. Сейчас он является депутатом Сената Казахского парламента. Он регулярно посещает Ригу, посещают мероприятия, связанные вот с годовщинами Киега. И на этой неделе он тоже здесь будет в Риге. Мы там определенные мероприятия, связанные с ним, и как бы с его личностью, и мы планируем проводить. Нам нужен космонавт в студии, да? Нам срок просто будет на этой неделе, надо найти и привезти в студию космонавт. Скажите, а вот это вот действительно такой шлейф, ну, известные люди, которые заканчивали вот-вот. Ну, то есть он сейчас вот для ТСАИ, в принципе, ну, вот важен, вот это прошлое РКИГа, несмотря на то, что, ну, как будто бы сразу три, ну, вуза претендуют на то, чтобы быть наследниками. Вот это славное прошлое, оно сейчас, вот как оно используется? Ну, вузы, все три названные вузы, ТСАИ, Балтийская Академия, ИСМА, ну, они на равных правах, как бы, пользуются этим прошлым именем и историей. Но я вот тоже слушал коллегу, да, и подумал, что, в принципе, мы, ну, по целому ряду причин, наверное, можно сказать, к сожалению, недостаточно вообще оцениваем и используем вот сам факт этого прошлого изначения, да, потому что действительно вы сказали такие слова, что это была визитная карточка Латвии. Да, это был Советский Союз, да, это был вуз союзного значения, да, здесь не проводилось обучение на латышском языке, хотя я сам убедился, да, что люди, которые здесь учились, они не были латышами, они сюда приехали, потом уехали, учились на русском, общались на русском, но они какие-то слова на латышском языке знали, потому что мне вот на прошлой неделе звонил из Москвы выпускник 1960 года, да, он работал потом в Москве, в Росавиации и так далее. Ну, сейчас он, конечно, давно на пенсии, но он, говорит, уже один остался вообще из своего курса, но он опять приедет. Он со мной здоровался на латышском по телефону и старался какие-то там слова, которые он знал вспомнить. Юрий тоже знает, да, Лудзи, Палдес, вот точно. Конечно, я сталкивался, но куча. Ну, это так, слово к языку, но действительно это была визитная карточка Латвии, да, и она до сих пор есть, да, только вот вопрос, как мы это оцениваем, как мы это используем. Маркетинг перепрендиваются. Да, совершенно верно. Когда спрашивают, что ты заканчивал, я вот конкретно про себя говорю, Рижский институт инженеров гражданской авиации. Реакция, знаете, какая? А вот у меня сразу возникает вопрос, а что же все-таки случилось? Почему вот в 92-м году сначала был он преобразован, затем в 99-м году закрыт РАУ? Вот в чем была причина, если это такая была слава, такой как бы, ну, уже бренд действительно, ну, вот что мешало продолжать, ну, переводя латышки? Вы понимаете, но это был не бизнес-проект, это был проект государственного субсидирования вуза, как теперь есть государственные вузы, да, они получают, и в Латвии, и в других странах, они получают финансирование из государственного бюджета, и за это финансирование принимают на учебу студентов, и студенты не платят за это, да, соответственно, вуз финансирование имеет. То же самое и здесь, то есть это был всесоюзный вуз, у него было всесоюзное финансирование из государственного бюджета, за это покрывалась стоимость обучения и студентов из Советского Союза, да, из разных мест, а также иностранных, это, ну, как политика помощи развивающим со странами, да. Когда прекратилось финансирование, когда пропал рынок, потому что, ну, понимаете, для латвийской ситуации сколько авиационных специалистов нужно? Ну, очень-очень мало, да, а вуз, где училось там почти 6 тысяч человек, да, ну, он работал для всего мира, а не для одной Латвии даже, да, поэтому, ну, чисто рыночные принципы, ну, играли свою роль. Вот, говоря про рыночные принципы, говоря о будущем, может быть, в мире происходит процесс вот постепенного вытеснения людей роботами, многие говорят о том, что уже появляются и машины, которые не требуют участия водителя, уже говорят о том, что и в авиации, ну, появляются какие-то разработки. Вот насколько это может потеснить людей, вот если мы, вот, говорим, ну, может быть, в рамках вот САИ, вот как вы оцениваете эти процессы, где людей могут вытеснить машины, какие специальности станут ненужными, то есть, вот. Ну, такие прогнозы я делать не буду, это пускай футуристы делают, да, я, например, был на одной конференции, где выступал финский футурист, который говорил, что дети, которые родились в 90-е годы, вот, 20-го века, они будут первое поколение, которые в трёх столетиях будут жить, то есть, они проживут весь 20-й, нет, сейчас 21-й, да, и потом ещё в 22-м ещё начнут жить, то есть, увеличится количество продолжительных жизней и так далее. То есть, изменения есть, они проходят каждый день, мы хотим этого или не хотим, да, и технический процесс тоже развивается, поэтому, ну, да, будут изменения, но что мы можем поделать, да, это, они несут хорошие последствия, они несут плохие последствия, но главное то, что любой человек всю жизнь должен учиться, всю жизнь должен развиваться, да, это, ну, я думаю, что любой, думающий человек это понимает, да, что образование не заканчивается школой или не заканчивается вузом, да, если так размышлять, если так жить, но тот человек неминуемо останавливается и начинает отставать от жизни, да, надо находить в себе силы, надо находить в себе энергию, надо находить желание продолжать развиваться и следовать прогрессу. Какие сейчас самые популярные направления в ТСИ, то есть, какие вот курсы считаются топовыми? Информационные технологии и компьютеры. У нас три факультета, это на данный момент самые крупные, самые востребованные и такие самые сильные факультеты. Чтобы управляться роботами, а не журналисты. Да, у нас есть программа, вы очень правильно сказали, у нас есть программа робототехника, новая программа, которую мы лицензировали буквально полтора года назад, у нас есть прекрасный центр робототехники, и нам приходили наши коллеги или конкуренты из СЭЛУ, из РТУ, да, то есть, двух самых крупнейших вузов, и они с определенной завистью говорили, что у нас он может быть даже лучше, чем в этих вузах. А у вас есть направление, на которое поступить, и не нужно сдавать математику? Мне просто сразу интересно, это личный вопрос. Есть, приходите, экономика. Не подходит, тоже не подходит, я на экономике это делаю. Юй, о вашем, да, извиняли, вот ваш выпуск, какие у вас были самые популярные направления? У нас самый престижный и такой почитаемый в кругу студентов, это был механический факультет. Второй по значимости, это радиотехнический. А что механический факультет, кого он выпускает? Это инженеры-механики по эксплуатации и ремонту самолетов и авиационных двигателей. И если можно здесь вклиниться, извините, это направление мы продолжаем и теперь, да, то есть, у нас нет такого широкого круга, как это было раньше в Киега, но именно вот подготовку техников, механиков мы продолжаем. Сколько требуется в Латвии, в принципе, вот нового такого рода? Ну, немного. Уезжают, да? Они заканчивают и уезжают. Нет, есть работа и здесь, но извините, да, я вас прервал. Ничего-ничего. Вот такие интеллигенты у нас сегодня, извините, простите, вы только после вас, да? Ну вот видите, это школа. Это школа. Надо иметь 100-летнюю историю, чтобы научиться себя так вести. Выслушать собеседника, не прерывая его. Это потрясающе. Да, но коллега не закончил рассказ. Ну, практически я этот мысли закончил, что вот два у нас было направления самых таких популярных, это механический факультет и радиотехнический. Эти два направления, они конкурировали везде. Ну, экономика тоже была, я насколько. Да, инженерно-экономический факультет был. Они конкурировали прям вот физически, да? То есть как-то у них какие-то... Нет, нет, нет. У нас же была очень активная общественно-социальная жизнь. У нас был такой потрясающий фестиваль весна, там, 76, весна 78. Это где-то в марте-апреле под эгидой комитета комсомола назначалась какая-то тематика, ну, в честь чего-то, да? И каждую неделю каждый факультет организовал вечер. Ну, сначала какая-то торжественная часть, как положено при комитете комсомола, что-то такое торжественное, с лозунгами. Самая, значит, основная эстрадно-развлекательная концерта и в конце дискотека. Три, значит, пять факультетов, пять недель был вот этот фестиваль. Когда же вы учиться успевали? А я не знаю, когда можно. Это же весна, а уже время. Чем только не занимайся. Я еще был, так сказать, в сборной института по плаванию. Кстати, в STEM тут прозвучала у звонившего такая фамилия Юра Радзиевский. Это бывший капитан КВН. КВН, да. Чемпионы КВН, я не помню, какого-то года. Так вот, вот эти традиции КВН, они переросли настолько глубоко в художественную самодеятельность в STEM института, что после завершения вот этих пяти конкурсных выступлений, потом формировалось, было жюри, оценивало все, выбирало лучшие номера. И потом финальный концерт, брали в аренду спортивный манеж и распространяли билеты по всем предприятиям Латвии. Ну, естественно, вузы, предприятия. Достать билеты на финал весны было невозможно. Это, насколько я помню, там пять тысяч посадочных мест. Все было занято на подступах, еще когда шли от трамвайной остановки. Билетика нет? Билетика, билетика, да. Это по блату распределялось. Я думаю, сейчас тоже вот на встрече выпускников свободных мест не будет. К столетия бывает, наверное, один раз. Не, наверное, а точно. Прям совсем точно. Вот в этом точно мы уверены, прямо в этом. Последняя фраза. И вот как раз вот в этих вот мероприятиях механический факультет и радиотехнический, они все время вот так вот сталкивались и соревновались друг с другом. А мы будем сейчас... Что в порте, что в... Что в общественной жизни, да. Совершенно верно. Мы сейчас будем заканчивать наш эфир. Мы, конечно, хотим поздравить ТСИ, все-таки преемника РКИГа, со столетием. В эту субботу бывшие вообще выпускники, студенты, педагоги будут собираться, чтобы отпраздновать столетие РКИГа. Так что... На Кипселе Международного и Столочного Центра. И нигде не скажут, что будут пробки, что хорошо, да. Вот. Мы желаем вам, конечно, еще сто раз по сто лет, естественно. И, Юрий, вам встретить ваших однокурсников, хорошо провести время, это же, наверное, ужасно здорово. Вот так вот просто приехать, вспомнить. Вспомнить, вспомнить. Мы созвонились, завтра начинают собираться поэтапно. Да, они собираются за неделю, то есть они за неделю собираются, чтобы встретиться в финальной части в субботу. Так что... Если можно добавить, да, субботу это будет основное мероприятие для выпускников, а пятницу в ТСИ состоится, ну, форум или конференция, посвященная обучению, созданию авиационных профессионалов для будущего. Вы вот спрашивали, да, какие специальности. У нас, мы приглашаем гостей из разных стран, но выпускников, да, и там будет выступать из Пакистана, из Шри-Ланки, из Германии, из России, из Белоруссии. И любой может прийти. Ну, там предварительно есть список, как бы, выступающих, да, то есть это организованное мероприятие. Нет, но послушать может прийти любой. Ну, здорово, можно прийти послушать замечательных специалистов. И я уже сказал, что Талкарт Мусабаев, космонавт, да, является выпускником, он тоже приглашен, он тоже будет в этой конференции. Всё, мы его сюда в студию будем называть. Да, мы будем его забирать. Ну что, исполняющий обязанности ректора ТСИ Юрий Сканелс и выпускник РКИГа Юрий Трофимов сегодня были у нас в гостях. Спасибо огромное вам.